Вершин в России Эльбрус ежегодно посещает несколько десятков тысяч туристов, что не может не оказать влияния на экологическую обстановку в данном районе. В начале сентября 2020 года прошла акция «Чистая гора». Участники собрали большое количество мусора, однако сильно чище от этого гора не стало. Принять участие в акции я не успел, ввиду того, что приехал в ущелье через несколько дней после ее завершения. Однако внести свой вклад в освобождение склонов Эльбруса от мусора мы с моим другом Игорем все-таки смогли. Поскольку акция проходила в районе действия подъемников, я принял решение осуществить уборку в не менее популярном, но более труднодоступном направлении – водопады Дельчьей Косы, обсерватории и ледовой базы. Получив разрешение на проезд от Национального парка в Эльбрусе, на УАЗе или хотя бы на мотоцикле, мы попытались проехать на 105-й пеке. Но застрявший вокруг дороги латрак, просыпавшаяся объездная дорога вынудили нас остановиться на ночевку возле обсерватории. Приняв контрастный душ, поужинах, мы разбили палатку или виспай, а утром, набрав мешков для мусора, выдвинулись в сторону 105-го пекета ледовой базы. Мы отправились по маршруту, по которому в 1938 году подвозили материалы для строительства знаменитого приюта 11-ти. Мы поднялись на 105-й пекет, вот обозреваем тут фронт работ. Огромное количество банок фронт-консервов, просто нереально большого количества. Вот тут вот, мне кажется, мне кажется, всех мешков, что мы взяли с собой, 11 штук. Не хватит, чтобы вот это все убрать. Сходим еще наверх, оттуда что-то принесем, мы что-то здесь собираем. Заброшенная база глицеологов расположена на юго-восточном склоне Эльбруса на высоте 3720 метров, на стыке ледников Терскол и Горобаши. На ледовой базе мусора оказалось в разы больше, чем на 105-м пекете, и помимо бытового мусора склоны были усыпаны обломками рушащейся станции и ее внутреннего убранства. 10 штук, то есть 1200 литров, то есть это, допустим, тоже стоит, 1300 литров. Мы нашли единомышленника, вот, его зовут Ингемару, и он помог нам тоже спустить еще один мешок. Мы в сумме сейчас где-то 300 литров мусора спускаем, и сейчас на пикете соберем еще стоп уже, и потом повезем все вниз. Вот, и гора станет на 600 литров мусора почище. Ну, а тут еще много, можно что убрать, поэтому надо это самое. Если, так сказать, есть желание сделать этот мир чище, приезжайте, помогайте, убирайте. Скайран с мусором. Мы с Ингемаром сбежали быстренько с двумя мешками, Игорь пока же спускается, и мы будем сейчас собирать еще одну мешочку каждому, чтобы максимально спустить много мусора, сколько сможем унести. Ингемар спешил вернуться в хижину, поэтому мы его отправили на мешками. Сами тут собрали еще 5, что ли, 4, 4 еще собрали. Ну и двигаемся вниз, спускаемся сверху вот с этих вот гор. Вот там вот, сейчас, так, вот он. Это хижина, оттуда мы мусор забрали, сверху забрали. И здесь на приюте тоже мы собрали. Вот Игорь, вот я, и вот 500 литров мусора, и еще 200 литров мусора. Мы наконец-то спустились вниз к помойке, и еще собрали по дороге еще полтора мешка. Итого у нас получилось 8,5 мешков. Мусор, который мы вывезли с горы, это больше 800 литров мусора, вот. И больше 100 килограмм мусора, который мы спускали на руках, часть, часть спускали на машине, вот. Гора стала чуточку чище, но есть еще к чему стремиться, очень много мусора осталось, и нужно продолжать это движение, и сделать высшую точку России, не только высшей, но и чистейшей. Так что все присоединяйтесь. Редактор субтитров А.Семкин